Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео я вам расскажу о том, как нам, как передавать данные из Activity во фрагмент. Перед вами открылась Android Studio. Давайте нажмем New Project, выберем классический вариант и в названии, допустим, Sending. Выбираю папочку, создаю на рабочем столе, папочку Sending и там будем создавать все это дело. Здесь я выбираю Android 7.0, так как 95,4% устройств поддерживается, финиш. Пока создается проект, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это оперативно, качественно, на современных технологиях, вы уже устали изучать статьи и видео в интернете, не видя при этом существенного успеха, вы не понимаете, как правильно изучать Android разработку, вы уже устали отбирать актуальный материал по Android разработке, при этом не понимая, что применять, а что уже нет, вы хотите получить стабильную и высокооплачиваемую работу, или, например, вы хотите построить собственный бизнес по заказной разработке, или создавать собственные стартапы в сфере мобильной разработки, вы хотите пройти качественное обучение в личном формате с безлимитным количеством консультаций, или вы хотите, чтобы вас провели от уровня «ничего не понимаю» до собеседования или выхода на рынок мобильной разработки, а также дали советы и рекомендации по старту карьеры, то тогда записывайтесь на обучение по профессии Android разработчик. Ссылка на сайт, где вы сможете более подробно узнать об обучении, а также связаться со мной, есть в описании к этому видео. Также под видео есть ссылки для связи со мной напрямую. До встречи на обучении! В первую очередь, что нужно сделать, это зайти на Gradle Script, Build Gradle и подсоединить здесь ViewBinding. Вот сюда вставляем этот код, но теперь вот здесь нужно перед True ставить знак равно. Давайте синхронизируем проект. Сделали. И теперь у нас есть, да, наша Main Activity, главная Activity. И давайте перейдем в верстку этой главной Activity. Вот она верстка, да. Перейдем во вкладку код. И я хочу сделать, значит, здесь следующую вещь. У нас будет здесь кнопка AppCompate Button. Будет кнопка у нас во всю ширину, по высоте, по контенту. И так как у нас по высоте, она у нас не на весь экран, а по контенту, то нам нужно спозиционировать. А позиционируем мы эту кнопку следующим образом. Мы ее позиционируем как вверх этой кнопки, кверх у родителя. Родители, это вот этот Constraint Layout, растянутый на весь экран, то есть мы кнопку разместим вверху экрана и для этого выбираем здесь Parent. Давайте слэш, закрываем виджет. У кнопки будет Text. Текст у нас будет записан вот здесь в Value, в Strings. Копируем уже имеющуюся здесь строку. Вставляем. И называем name, нижнее подчеркивание, but. Ну давайте назовем ее Home. Назвали Home. И теперь возвращаемся в наш Activity. И здесь указываем ссылку на наш, ссылку по нашему ключу на им нижнее подчеркивание, but. Было бы неплохо. Ну на самом деле в стиле можно прописывать, а можно не прописывать. Ну давайте пропишем там Background. Ну сделаем кнопку там, допустим. Давайте красной возьмем там напрямую обратимся к библиотеке, да, которая хранит цвета. Стандартные андроидовские. Выберем вот этот Red Light. Пусть будет как-то так. Да, у кнопки, конечно же, должен быть ID. Идишник. Назовем ID-шник, бат. Далее. И вот ниже, ниже мы разместим фрагмент. Мы должны, точнее не фрагмент, мы разместим Frame Layout. То есть ту секцию, куда будем загружать контент из фрагмента. Опять же, если вы не разбираете, что такое фрагменты, то опять же, приглашаю к себе на курс, там все проходим. Ну суть в следующем, что у нас есть современный подход к созданию мобильных приложений, когда у нас вообще во всем приложении есть только один экран, и в этот экран подгружается различный контент из фрагментов, исходя из того, что делает пользователь. То есть куда нажимает, то и подгружается. То есть это такой современный подход, который ускоряет работу мобильного приложения, и при этом создается у пользователя впечатление, что у приложения множество экранов. На самом деле один экран Activity, куда загружаются все фрагменты. Вот для этого нам нужен фрейм лаяут. Мы его делаем по ширине, по высоте. Мы его, допустим, сделаем по контенту. Разместим мы его по ширине по экрану, по высоте, по контенту. Мы говорим, размещай вверх этого виджета, к низу кнопки, а у кнопки есть ID-шник BAT. Закрываем. И, ну, естественно, у этого фрейм лаяута контейнера должен быть свой ID-шник. ID-шник должен быть контент. Опять же, я все ускоренно рассказываю, но опять же, все подробно разжевано на курсе. Ну, для эстетического вот так вот спустим. Все, здесь верстка готова. Давайте создадим фрагмент NewFragmentPlanque. Ну, давайте назовем фрагмент, там, не знаю, дата, даже не дата, назовем фрагмент toScreen. Я обычно убираю здесь ключевое слово «фрагмент» в начале. Finish. Так. Отлично. А в верстке фрагмента, мы опять же переходим в код. Здесь мы, в принципе, можем оставить text.view, только чуть-чуть его переделаем. AppCompate Text.view, во весь экран, по высоте, по контенту сделаем. Текст, неважно, какой мы будем свой загружать. И, значит, здесь мы должны его... А, ну, все, в принципе, тут особо не надо, только давайте ID-шник дадим ему индивидуальный идентификатор. Так, индивидуальный идентификатор мы назовем тут, давайте... Пусть дата будет. Все, отлично. И теперь у нас будет следующий функционал. Давайте в MainActivity Kotlin Class. Переходим в Kotlin Class Activity, который у нас стартует все это дело. Байдинга. Он у нас будет ActivityMainBinding, так как у нас еще не проинициализировано, здесь ничего не будет. И здесь после вот этого SuperOnCreate, после наполнения верстки, ну, то есть после метода вызова жизненного цикла OnCreate, после вызова метода жизненного цикла OnCreate, мы должны, мы должны прониковать с вами объект Байдинг, ActivityMainBinding, InflateLayout, Inflator вызываем. И здесь при методе, вот когда мы будем уже наполнять контентом, мы обращаемся к этому объекту Байдинг, который хранит в себе всю эту верстку. Отлично. Теперь нужно навесить прослушивателя нашу кнопку. Точка SetOnClickListener. Здесь обращаемся к классу View, так как кнопка является также объектом класса View, и вызываем специальный интерфейер, клик Listener. Здесь мы должны прописать уже с вами метод загрузки фрагмента. Для этого обращаемся к SupportFragmentManager, вызываем ReginTransactions, Transactions, даты для транзакций. Здесь мы вызываем метод Add, здесь мы обращаемся к индивидуальному идентификатору контейнера нашего из ActivityMain. У нас как мы FrameLayout сделали и ID-шний контент. Да, то есть мы указываем, что загружаю вот в этот вот, скажем так, контейнер, контент из нашего фрагмента, указываем класс фрагмента ToScreen. И так вот вызываем как объект и Commit. Все, давайте сейчас запустим, запустим Pixel 6 Pro. Кнопка, щелкаем и загружается фрагмент. Теперь нужно нам передавать данные. Как это делается? Делается это следующим образом. Мы идем с вами вот в этот фрагмент. Давайте вот это удалим, поочищаем сейчас все ненужное. Мы поудаляем. Так, вот так. Нам нужен вот этот Component Objects. Здесь давайте создадим функцию New, назовем так, NewInstance. Здесь эта функция будет принимать какие-то данные. Назовем это Data. И формат данных, который она будет принимать, строку, допустим, String. И возвращать эта функция будет объект этого фрагмента. То есть, ToScreen. Давайте дело функции откроем. Далее в функции мы должны создать объект передачи данных. Это объект Bundle. И здесь мы должны такую отправку сделать. Bundle. Тут. И выбрать тип передаваемых данных. Мы будем передавать строку. Здесь у нас будет ключ называться Data. А данные, которые мы хотим передавать, это как раз таки данные, которые будем принимать. Данные, которые мы хотим передавать, это как раз таки данные, которые мы будем передавать и принимать. Это как раз таки вот эти данные, которые в теле функции Data. сейчас минутку и здесь мы указываем дата отлично далее мы должны создать с вами теперь мы инициализируем теперь мы инициализируем объект этого нашего фрагмента который мы будем получать данный то есть текущий фрагмент screen screen и у кай обращаемся к этому объекту нашего фрагменты в качестве аргумент скажем и в качестве аргумента записываем сюда аргумента для передачи данных и для получения данных указываем этот объект бандл так как в нем будут храниться данные которые мы хотим получить и здесь уже мы возвращаем экземпляр нашего фрагмента теперь вы на нашем фрагменте который мы будем получать данные мы инициализируем также с вами объект бандинга тускрин бандинг также нулабельное все будет у нас здесь мы создаем объект до бандинга далее мы этот бандинг инициализируем инфлейт здесь инфлейтер контейнер false возвращаем исключительно объект бандинг то есть возвращаем наш фрагмент чтобы он отобразился вернулся в activity отлично теперь когда мы сделали все по бандингу у нас есть текстовое поле мы к нему должны обратиться через объект бандин у нас текстовое поле имеет одишник дата вот ту скрин одишник дата обращаемся к тексту полю текст которая содержит все-таки текст который отображается будет в этом текстовом поле дальше обращаемся к аргумент для получения данных и вызываем метод специальный get string как так как мы получаем строку и здесь мы должны указать ключ ключ у нас дата поэтому для получения данных ключ указываем дата и для того чтобы мы могли передать все эти необходимые данные мы возвращаемся в нашей главной activity где мы вот вы вызвали наш метод наш где мы вам указали какой фрагмент загружать вместо вот этих скобочек мы указываем new instance вызываем метод instance который будет передавать данные его фрагменте получать эти данные на кроме где мы будем получать они будут как бы отправлять данные и и здесь мы качестве данных с вами отправим название кнопки поэтому обращаемся через байдинг нашей кнопки таки и текстовому полю которая содержит это название кнопки и здесь давайте приведем состояние строки и мы должны сказать что если ничего не будет то отправляй слово empty все давайте теперь соберем вот кнопка home мы должны кликнуть передать данные отобразить фрагмент пожалуйста мы это сделали собственно так и передаются данные из activity его фрагмент когда это необходимо ну допустим например если у нас сверху есть какие-то кнопки и по кнопку по при табе по этим кнопкам нужно загружать какой-то контент из конкретного фрагмента то допустим мы должны приликнуть по кнопке загрузить один фрагмент кликнуть по другой кнопке загрузить другой фрагмент и в этом случае нам будет важно совершать такие манипуляции или например у вас есть допустим один фрагмент который отвечает за контент исходя из того что какой ключ какой-то айдишник будет приходить в этот фрагмент нужно загружать разный контент и вот таким образом мы нажимаем по кнопке передаем в этот фрагмент ключ исходя из того какой ключ пришел мы хватаем этот ключ и отображаем нужный нам контент во фрагменте вот в таких случаях используется вот такая операция давайте в следующем уроке мы с вами поговорим о том как управлять фрагментом из activity то есть та же самая ситуация но например при ну например допустим при клике в по какой-то кнопке самой activity в уже загруженном фрагменте что-то менялось не в самом фрагменте а уже в activity там уже нужно поднимать тему о пей интерфейсов и там уже поговорим подробнее но уже на следующей неделе на этом у меня все всем пока